Есть тайны, известные немногим. Есть истории, которые никто не любит вспоминать. Судьба Москвы в 41-м решилась не в декабре, когда советские войска перешли в контрнаступление, а в октябре, когда немцы могли войти в город. Когда одни в панике бежали, когда другие готовили встретить немца хлебом с солью, и когда третьи сказали себе, это мой город, и немцы войдут сюда только через мой труп. Они занимали оборону по всему городу, в центре, на Пушкинской площади, на улице Горького. Они собирались сражаться за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом, как это будет потом в Сталинграде. Мы рассказываем вам о самых драматических эпизодах обороны нашего города. Четыре фильма, четыре истории. Трагедия, позор, мужество и вечная слава. Толички, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаемся в вероятные военные нападения. Некоторые историки и по сей день уверены, будто в решающий для Москвы день, 16 октября 1941-го, Сталин приехал на вокзал, где его ждал специальный состав. Паровоз стоял под парами. А пара ЦК партии, правительство, генеральный штаб уже покинули Москву. Немецкие войска стояли у ворот. Защищать город было некому. Сталин хотел уехать последним. И вот будто бы вождь, размышляя, целых три часа ходил по платформе. Но в вагон так и не поднялся. Потом махнул рукой, сел в машину и вернулся в Кремль. Это не более чем легенда. В тот день Сталин на вокзал не ездил. Да и в любом случае охрана не стала бы вывозить Сталина на поезде. Железнодорожный состав, даже прикрытый зенитными орудиями на платформах, мог бы попасть под губительный удар вражеских бомбардировщиков. Сталин собирался улететь из Москвы. На центральном аэродроме дежурили транспортные самолеты «Дуглас» американского производства, чтобы в последний момент вывезти Сталина и его соратников. Говорит Москва от Советского информбюро. В Куйбышеве под зданием обкома партии спешно строили бункер для Сталина и сопровождающих его лиц. Отсюда, из Куйбышева, он собирался вести войну дальше. Все документы, его архив, книги, даже личные вещи уже были эвакуированы. Вождь задержался в Москве всего на несколько часов, чтобы завершить последние дела. Он сказал членам Политбюро, что уедет из Москвы вечером 16 октября. Сталин тоже не верил, что столицу удастся удержать. Катастрофа разразилась за 10 дней до этого дня. Ранним утром 2 октября 1941 года главные силы немецкой группы армии «Центр» перешли в наступление. Так началась битва за Москву. Советское командование, генеральный штаб, военная разведка плохо представляли себе масштаб немецкой операции. В этот день Бюро столичного обкома и горкома партии приняло постановление об организации Октябрьского социалистического соревнования рабочих, работниц, инженерно-технических работников, служащих и колхозников Москвы и Московской области. Говорит Москва от Советского информбюро. Последний час. На следующий день, 3 октября, части вермахта вошли в Орел. 4 октября Красная Армия оставила города Спасдеменск и Киров. 5 октября моторизованные части вермахта обнаружились в 80 километрах от Малоярославца. Немцы двигались к городу Юхнову. И только в этот момент стало ясно, что Москва в опасности. Но поверить в это было невозможно. 5 октября утром председатель исполкома Моссовета Василий Прохорович Пронин находился на Старой площади в кабинете первого секретаря Московского обкома и горкома партии Александра Сергеевича Щербакова. В кабинет вошел помощник первого секретаря Александр Сергеевич. Звонит сотрудник политуправления Западного фронта. У него неотложное дело. Политработник доложил, что он проезжал на машине через город Юхнов, где мы сейчас находимся. И он напоролся на танковую колонну противника. Новость была ошеломляющей. Щербаков немедленно позвонил Сталину. На помощник генерального секретаря ответил, что Сталин еще отдыхает. Будить вождя Щербаков не решился. Позвонил второму человеку в стране Молотова. Молотов подозрительно спросил, а это не провокация? Авиации Московского военного округа приказали провести воздушную разведку. Дважды в сторону Юхнова отправляли истребители. Погода была очень плохая, туман и дождь. Но летчики твердо доложили, что большая танковая колонна приближается к городу. Однако ни политическое, ни военное командование им не верило. Немцы не могли подобраться так близко к Москве. Это вражеская провокация с целью посеять панику и заставить наши войска отступить. Разобраться поручили особистки. В два часа дня заместителя командующего авиацией Московского военного округа полковника Сбытова вызвали к заместителю наркома обороны и начальнику военной контрразведки, комиссару госбезопасности третьего ранга Абакумову. Центральный аппарат госбезопасности был уже эвакуирован. В Москве остались только небольшие опергруппы. Но Берия и его заместители были на месте. Воздушная разведка, доложил главному особисту страны полковник Сбытов, не только обнаружила, но и несколько раз подтвердила, что к Юхнову движутся фашистские танки и мотопехота. Откуда вы взяли, что к Юхнову идут немцы? Угрожающе спросила Абакумов. Это наши танки. Сбытов попросил вызвать одного из командиров авиационных соединений, чтобы тот подтвердил данные авиаразведки. Но оказавшись на Лубянке, в кабинете начальника управления особых отделов военный летчик испуганно заявил, что он вообще ничего не знает. Сбытов попросил вызвать начальника штаба авиационного округа полковника Комарова. Тот привез журнал боевых донесений, где зафиксировано появление вражеских танков под Юхновом. Но начальник управления особых отделов Абакумов настаивал. Докажите, что танки немецкие. Предъявите сделанные разведчиками фотографии. Это были истребители. Они без фотоаппаратов, объяснял Сбытов. До этого и не нужно. Они летали на высоте 200-300 метров и все отлично видели. Нашим летчикам нельзя не доверять. Неизвестно, как сложилась бы судьба полковника Сбытова, сидевшего в кабинете Абакумова, если бы в 15 часов 45 минут со Сталином не связался находившийся на фронте заместитель наркома обороны и начальник главного политуправления, армейский комиссар первого ранга Лев Захарович Мехлис. Он доложил вождю. Связь с армиями резервного фронта утрачена. Управление войсками потеряно. Дорога на Москву по Варшавскому шоссе до Малоярославца открыта. Сомневаться в словах сталинского помощника Мехлиса уже никто не решился. Это спасло Сбытова. Абакумов его отпустил. С Лубянки полковник Сбытов отправился к своему начальнику, командующему войсками Московского военного округа генерал-лейтенанту Павлу Артемьевичу Артемьеву. Было уже примерно 4 часа дня. Командующий округом позвонил заместителю начальника генерального штаба генерал-майору Александру Михайловичу Василевскому. Василевский подтвердил, что летчики никак не могли принять наши танки за фашистские, так как такого количества танков в районе Юхнова у нас просто нет. Тем временем Абакумов доложил о ситуации своему начальнику, народному комиссару внутренних дел Берии. В 17 часов по заданию Берии две оперативные группы НКВД выехали в Подольск и Малый Ярославец. Они убедились, что летчики правы. Немцы взяли Юхнов и продолжают наступление на Москву. Чекисты доложили наркому. В результате ознакомления с положением на месте опросы отходящих военнослужащих и разведки установлены следующие. 2 октября противник просочился на стыке 43-й и 33-й армии. К 18 часам 5 октября противник силой до одного батальона при 12 танкетках с минометами, заняв Юхнов, вышел на рубеж реки Угра и оседлал Варшавское шоссе. Тыловые части 33-й и 43-й армии начали панически бежать. И 5 октября с раннего утра растянулись по шоссе до самой Москвы. Силами районных органов НКВД и при нашей помощи организованы небольшие заслоны, которые задерживают отступающие части и отдельные группы военнослужащих. А в Москве следствие продолжалось. Около 7 вечера на командный пункт авиагруппы к полковнику Сбытову приехал оперуполномоченный военной контрразведки. Он привез протокол допроса и потребовал его подписать. Сбытов поставил свою подпись и дописал прямо на протоколе. Последняя разведка установлена, что фашистские танки находятся уже в районе Юхнова. И к исходу 5 октября город будет ими занят. Полковник Сбытов ошибся. Немецкие части вошли в Юхнов еще утром. Очевидцы вспоминали. 3 октября немцы уже начали бомбить Юхнов. Одна партия разгрузится, летит следом вторая. Они, немецкие бомбы, такие страшные. Если наши летят, шум создают, то идти визг. И действовать на психику, чтобы ты не знала, куда деваться от этого визга. Мама говорит, давайте уйдем в лес. И вот здесь, около берега, просидели ночь. И четвертого тоже бомбили. А пятого утром притихли. Бомбежки не было. И вдруг мальчишки прибегают. Ой, немцы уже здесь. Они в первую очередь на мотоциклах едут. А потом идут танки. А потом уже остальные.